Теплая зима в этом году внесла свои коррективы в подготовку к крещенским купаниям. Настоящих морозов еще не было и пока не предвидится. Поэтому лед на водоемах тонкий, а на некоторых отсутствует вовсе. Когда лед крепкий, то у нас специальное оборудование, которое позволяет с одной стороны со льда опускаться в воду по деревянным помостам, а с другой стороны выходить опять же на лед по деревянным помостам, держась за поручни. Сейчас льда не будет практически, а тот лед, который я сказал, он не годится для этих целей. Следовательно, само оборудование приходится переделывать. Но не везде такие настилы возможно организовать. Поэтому в этом году из-за отсутствия льда и санитарного состояния воды окунаться в крещение будет запрещено в пруду около храма мучеников Новороссийских у Бутовского полигона и в Лопатинском пруду. Тем не менее мы выставим дежурные службы, выставим полицию, МЧС, потому что будут приходить люди, хотя мы заранее уже выставили таблицы, что отменяется купание. На остальных пяти открытых водоемах подготовка к крещенским купаниям уже идет. Работы должны быть завершены к субботе. Окунуться в ледяную воду можно будет в поселке Володарского, Молокове, деревнях Калиновка и Опаренке. Будут купания, но уже не в открытых водоемах, а на территории храмов. Это в Измайлово, Троицкий храм, это в Беседах храм и в Совхозе Ленина храм. Вот в этих трех храмах тоже будут крещенские купания, но в купальнях специально оборудованных. На всех оборудованных открытых водоемах крещения уже с 10 вечера будут дежурить медики, сотрудники полиции, МЧС, администрации района и поселений. Врачи рекомендуют воздержаться от купания в ледяной воде детям до 6 лет, беременным женщинам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Но даже если вашему здоровью можно позавидовать, следует быть бдительными и рассчитывать свои силы. Перед купанием обильно не есть, сделать перекус, ну такой калорийной пищей, ну естественно не употреблять алкогольные напитки до купания и после купания. После купания не растираться, не растираться, а просто как бы вытереться полотенцем, тепло одеться. При следовании к месту проруби не толпиться, ни в коем случае нельзя резко прыгать в воду. Необходимо постепенно войти в воду и совершить несколько погружений, которые необходимо сделать. В воде находиться не более 30 секунд. Возьмите с собой дополнительно пару сменного белья, потому что намочили, положили уже полотенце, сели на мокрое. Дополнительная смена личного белья, перчатки, шапка, носки, ну самые такие ходовые вещи. То есть это рекомендуется взять с собой дополнительно. Горячий чай и покушать через некоторое время. Для удобства жителей в местах купания также будут организованы палатки, где можно будет переодеться, согреться и выпить горячего чая. С точным списком разрешенных мест для купания можно ознакомиться на сайтах администрации муниципалитета и поселений. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.